Квартирный вопрос обернулся крупным скандалом между тремя сестрами в автозаводском районе. Сестры Грашкина не могут поделить пятикомнатную квартиру. По решению суда к Тамаре Грашкиной ее сыну должны подселиться ее родная сестра Нина. Но хозяйка квартиры всячески этому противилась на протяжении нескольких лет. Чтобы исполнить судебное решение, Нина Грашкина в сопровождении судебных приставов пришла в квартиру. Но им пришлось прорываться сквозь горы битой посуды и другие предметы, которые полетели в них. Дамочка одна у нас вообразила из себя морскую владычицу. Понимаете? Как в сказке Пушкина. Элементарный квартирный вопрос. Как у всех. Человек не хочет исполнять судебные все решения. Вы пришли грабить. Берите. Это мои вещи были. Или там какие-то. Берите. Господи, порежется. Тамар Павлович, мы сейчас будем вселять ее в комнату в площади 13,8 квадратных метров. Каким образом написать? Считай документ, тебе там писано. Сейчас должник пройдет в данную комнату со своими вещами. Мы составим соответствующий акт. То есть она только войдет и все? Понятые подпишут. Нет, она только войдет и все. Отвечать на вопросы. И будет далее жить там. Проживать. И жить будет там. И все, и вы уходите. И будет пользоваться данным жилым помещением. Заходи, священник. Вот это вселение. Все, она вселена. Если вы ее вселили, ты бы напошла. Мне номер телефона. Тебя вселили. Все, оставайся. Так, рот закрыл, я с тобой в ***. И все, все, свободно. ***. Ну ты всходи. В автозаводском районном отделе номер один имеется на исполнение исполнительное производство взыскание суммы задолженности в размере 400 тысяч рублей в отношении данного должника. Она должна сестре, которую сейчас сселяют в данную квартиру. В связи с тем, что должник добровольный срок не оплатил сумму задолженности, нами в настоящее время производится принудительная мера исполнения, такая как арест. ***. Ты спровоцировала все? Вы ведите себя, как ведете. Вы меня ограбили, что ты? Я должна тебе чай сейчас продать, а? Я полноспокойся. До тех пор, покуда я не буду, не будет судебное решение о признании, утратившей право пользования, значит, так оно и будет продолжаться. Судебные вот эти споры, война и все, что угодно. Кстати, долг в 400 тысяч появился потому, что часть квартиры является собственностью Нины Грашкиной, и она оплачивала квартплату за свою часть. Но так как в квартире жить не могла, то и суд присудил ей эту сумму вернуть. Если изъятого имущества на погашение долга не хватит, то приставы планируют прийти для описи имущества еще раз.